Приветствую вас и давайте исходить из двух постулатов при ответе на вопрос, который вы задаете. Чтобы быть серьезным для людей, нужно определить. Вообще говоря, в каких кругах вы общаетесь? Что для этих социальных слоев общества является серьезным, ценным, важным? И насколько это ценно и важно, пересекается с важным пониманием того, что ценно и важно. Представьте себе, то, что ценно и важно вам, это круг. Представьте себе, что то, что ценно и важно другим, это другой круг. И в какой-то плоскости эти круги пересекаются. Вот общая плоскость и является той самой областью, где вы можете активно взаимодействовать с людьми на серьезных тонах, на серьезных основаниях и так далее. Но вы не сможете этого сделать, если, во-первых, у вас не будет своего понимания того, что действительно серьезные и важные. И во-вторых, если вы не будете знать, что для людей серьезные и важные. Вообще говоря, чтобы добиться определенного положения в любом обществе, наиболее поступки, на действия, наиболее какие-то достижения, успехи, на точку зрения, упорство, целеустремленность и так далее. И вот если все за вас есть, или вы готовы все это начать выражать и проявлять, то в таком случае дело остается на самом-то деле за малым. Вам нужно просто понять направление, куда двигаться. Вот и все. Что интересно, ценно и важно вам. Что интересно, ценно и важно другим. И постарайтесь найти золотую середину между этими двумя категориями, между этими двумя аспектами. И когда и если вы найдете соотношения, точки соприкосновения этих двух категорий, то все у вас будет хорошо. Что вы можете сделать, если, например, будете впадать в одну крайнюю стройку, то, например, что будет ли вы станете ориентироваться только на интересы и мнения других людей. Вы рискуете потерять себя, потерять свою самобытность и посыть его спас в полную, зависимо от мнения и целей других людей. Вы можете к этому прийти, и если вы к этому придете, это ваш выбор, безусловно. Вас никто не имеет права отговаривать от него, но тем не менее. Как бы о последствиях предупредить вас, я, например, считаю своим долгом. Если вы будете служить только себя и следовать только своим ценностям, целям и интересам, то в этом случае ситуация будет складываться немного иначе. С одной стороны, у вас не будет большого круга людей, с которыми вы могли бы, например, взаимодействовать, с которыми вы могли бы, например, как-то общаться, пересекаться и так далее. С другой стороны, в процессе неуклонного следования твоих целей, вы можете встречать людей, которые искренне проникнутся тем, что вы делаете. Вот прямо искренне проникнутся тем, чем вы занимаетесь. Эти люди будут с вами. Они будут с вами искренне, они будут с вами до конца, они будут вам преданы. Но таких людей будет немного. Максимум 2-3 человека, не больше. Если у вас устраивает такое положение вещей, и если вы не боитесь быть одна, то тогда нужно и можно двигаться в это направление. А какое именно направление выбирать, первое, второе или третье, решать только вам. За вас решение, к сожалению, не примет никто. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.